Ребята, накрылась, супер приори, якобы граната. Первое. Хорошо, что мы не спустились туда. Слава богу. Это случилось чудо с вами. Второе. Хорошо, что мы не поехали в Монголию. Третье. На приори с пробегом 80 тысяч мы больше никуда не ездим. Четвертое. Нам попался мужичок супер. Даже денег не хотел брать. Но мы недалеко отсюда сломались. И мы, слава богу, что мы вернулись назад. И, короче, мы все практически... Хотя там еще два перевала. Там еще два перевала, господа. Это вообще караул. Вот. Один перевал мы преодолели. Самый, наверное, плохой. И он дотянул до СТУ. Потом оказалось, вот тут оказалось, сразу из СТУ. А где мы? Не забыл, даже как поселок называется. Ну, это самый большой, который он восхищался. Как люди живут. И тут оказалась девушка замечательная. И она дала нам две гранаты. Мы заплатили за одну. И мастер останется с нами до вечера. Ну, это какая-то фантастическая история. И у нас под вечер все случается. Все случается под вечер. Когда у вас происходит такая ситуация, от вас уже ничего не зависит. Две гранаты мне дали. Какая-то, может, подойдет, может, не подойдет. Если что, будем заказывать. Ну, место здесь выше, если честно. Мы хотели, конечно, там на рафтинговой ферме остановиться. То есть, вернее, в ферме. То есть, пардон, деревня рафтинговая. И там чуть-чуть походить. Но вот в этом доме нам сразу предоставили жилье. Стоит тысячу рублей. Там уже одна семья по несчастью расположена. У них поддон. Масло вытекло. Не знаю, что там случилось. В принципе, это так-то поддон заварить. И все, если они не двигались. А если они подвигались без масла, ну, тогда печально, конечно. Ну, скорее всего, поддон, мне кажется, им надо заварить. Что-то я так думаю. У нас вроде как граната накрылась. Так что там семья по несчастью из Новокузнецка есть одна. Но мы больше на приорах. Хотя, в принципе, Балхаш-то Алаколь хорошо проехали. Что удивительно. Я ничего не буду. Ребята, вот такой домик, представляете? Как классно. Стоит это счастье всего лишь тысячу рублей. Причем он там тоже, друзья, по несчастью, они пробили карта. Ты что, тут телевизор что-ли? Телевизор даже есть. Они пробили карта. Вроде нам с гранатой повезло. У нас граната все пришла. Что у нас там, слава богу, что? Да, вроде бы граната супер. А подошла все, как граната? Тут такая классная баня, смотрите. Шик. Ребята, я хочу сказать, это вот баня, да? Смотрите, и комфортабельный туалет. Это фантастика. Не, ну мы живем тут с семьей, у которых с удовольствием с ним поговорили. У них, которых поддон они пробили. Мы тоже, кстати, беззащитные приводы проехали, тоже рисковали. Это в деревне Улаган. Смотрите, тут все добрые. Собачка добрая. Корова добрая. Про теленка я вообще молчу. Можно погладить его вот так. Здравствуй, мой хороший, привет. Нет, я тебя никто не трогает. Ты что? Вот. Вон наше СТО. Погода замечательная. Природа изумительная. Тучи. Ну, практически мы возле туч. СТО наше уж с утра уже наполнилось автомобилем. И, в общем, тут вот кто любитель ремонтировать машины, можете открывать здесь СТО. Потому что вот эта страшная дорога на эти каменные грибы к Телецкому озеру. Я даже не знал, что рядом тут Телецкое озеро совсем. А на машины, конечно, тут колпашет конкретно. Со мной был который мужичок. У него две шпильки. Нет, две шпильки у него были срезаны. И последнюю он срезал вот на этих каменных грибах. На одной шпильке он доехал. Но, говорит, труль сильно болтает. И он был в Монголии. 3000 километров по Монголии на УАЗике проехал. УАЗик такой фаршированный. У него там все и палатки. Вот собаки молодцы. И палатки, и генератор, бензогенератор, все есть. И он сказал, когда они в Гоби пустыне поставили палатку, и когда подняли ее, то снизу было где-то, говорит, скорпионов штук 20. Трясли, трясли этих скорпионов. Не знаю, говорит, вытрясли, нет. Но они затолкали ее аккуратно в такой герметичный мешок. И говорит, что-то, не знаю, микроволновку, что ли, потом мешок этот ложить, чтобы, ну, говорит, я сам опасаюсь. Ну, потому что там начался ветер, говорит, и дождь, и шквалы, поэтому мы торопились, как бы там, ну, палатку не бросать. Ну, вот, как-то так, поэтому мы, слава богу, в Монголию не поехали. В Монголию поедем. Я забыл сказать, что там, оказывается, дорога, сделали дорогу, грубо от Ташанты, ну, 20 километров там всего, гравики, от Ташанты до Ланбатора, поэтому мы на машине не поедем, мы поедем на автобусе. Мы доедем до Ташанты, скорее всего, ну, потому что мы опасаемся. Ну, и убавили. Вот это хорошо, что здесь все говорят по-русски, а про мне известно. Вот этот домик, вот смотрите, какая добрая собака. Собака, она хитрая, Наташа уже давала ей хлеб. Вот она, добрая собака. Она тут всю ночь спала. Классовица такая. И самое интересное, что какая собака, такие хозяева. Мы ее кормим, честно говоря, но она и не худая, если честно, а плотенькая такая. Даже. Очень хорошо. Смотри, собачка. Она такая умная, она сосиски ела хорошо. Потому что Наташа, на нее смотрит, Наташа давала ей сосиски. Мы торт там не забрали в магазине. Собачка. Собачка. А хлеб она не кушает, смотрите. А что такая ты умная это? На свете нельзя быть умной такой, ты знаешь? Волшебные руки. Золотые, вернее. Родион зовут его. Мы единственного, поставили гранату. Граната, конечно, слазь. Вот такие классные стоимости с магазином. Смотрите. Вот тут мы жили. Ну, это правда нам она подсказала. Вот тут сразу в магазина запчасти. Даже для иномарок. Представляете? И тут же сразу сделает. Ну, вот это я понимаю, что... Короче, поставили гранату, поставили стопорное кольцо. Новое, а не старое. Надо, когда старое ставить, новое, тоньше. И вот, видите, масло лежало. Сейчас снова переставляем. Смотрите, как красиво. Смотрите, большой красный вертолетик. Сейчас летит, смотрите. Раз, два, три. Вот. Смотрите, красный вертолетик большой. Видели? Смотрите. У вас есть такой волшебный, игрушечный большой красный вертолетик? О, все, мы ему надоели. А нет, он к нам. Смотрите. Какой красивый кузьмечик. Мы их раньше называли краснокрылками. В общем, наша граната. Выехали первый раз, побежало масло. Второй раз побежало масло. Третий раз выехали. Слава богу, я отца не отъехал. Отъехал 100 метров, 200, не знаю, 300. И она вылетела опять. Потом за 100 рублей меня довезли. Тут все довозят, если честно. Без проблем. И сейчас оказалось, что после удара, оказывается, у нас сломана подушка коробки. И поэтому, естественно, раз коробка, сами понимаете, двигается, то, естественно, все вылетает. Поэтому, ребята, на битых машинах, как мы на ней проехали, только после удара, еще, по-моему, тысяч, ну, пять-то точно. Алаколь, Балхаш, куча всяких озер. Яровое. Вот эти камни мне нравятся, с жилками. Подвесной мост. районный центр. Улаган, правильно, Наташа? Вот наша река Ульба. Но это не Ульба? А как называется Тальтеречка? Ну, вот они, где водятся хариусы, которого мы ели. Ну, так, ни о чем, если честно, рыба, этот хариус, по сравнению с нашим, с нашлию, огромной пелядью, которая напоминает, ну, все, что угодно напоминает, но напоминает нельму, без проблем, жирную. Но самые дорогие виды рыб. Поэтому, но вода чистейшая, но видно абсолютно, и рыбу видно тоже. Что впечатляет, вот эта вот трава, супер газонная, я считаю, еще плюс такими красивыми, это мелкий клевер какой-то, с мелкими цветочками. Дома, нам ухаживать за ней, ну, как бы не дешево, честно, потому что мы еще, самим нам лень, там комары кусаются. А здесь, смотрите, она сама растет, не надо ее ни косить, ничего не надо делать. Представляете, какое фантастическое изобретение природы. Это целый год тут, никто не косил, она сама сидела, вот так вот тихонечко растет, и все. Смотрите, камень, правда, на рыбу похож. Чешуя, ротик, глазик, это все рудный Алтай. Вот, посмотрите, камешек похож на морду анаконды такой огромной. Вот так, если взять, особенно вот так. голова только ее. Не уникальный, служите на Алтая. Вот этот, вот этот похож на гриб, огромный капу, знаете, такие наросты, которые, а на самом-то деле, это камень, товарищи. Вот такой бы для дизайна в сад. Ну, конечно, тут его порталом только можно погрузить. Кстати, такой же точно камешек вот рядом. И они все прожилочные, с прожилками. У меня маслят, но это, естественно, старенькие, но все равно они такие бодренькие. Были бы мы не за тысячу километров, может быть. И это не первые грибы, тут как бы вот, смотрите, они, они же. Кстати, местные, так я понял, особо грибы такие за грибы не считают. Вот для них может быть белые. Они сказали, да, белые мы берем. Я говорю, как вы грибы собираете? Они говорят, белые мы берем. Это значит, что остальные, скорее всего, они просто и не знают, и знать не хотят, и как бы настороженно к ним относятся. Ну, чтобы не отравиться, что ли. Белые мы берем. Все. Вот этот красный, скорее всего, яшма какая-то, господа. Я таких не видел у нас. Мне кажется, если его разрезать, то будет очень красивый. Вот это, по-моему, белый грибочек. Реально. Там у него широкая ножка, только и не видно. Нашли мы белый. Ха-ха-ха. Нарвать не будем, пускай местный сорвут. Вдоль реки идешь, И вот этих маслят, они везде. Такие красивые. В теньке. Там еще свинушек была семейка. Спусили грузди это. Я никогда не думал, что вдоль речки можно собирать грибы. Неестественно, мы тут ничего не собирать не собираемся. Они как маленько уже староватые, но есть новые все равно. Но просто сама идея, что до реки идешь, отдыхаешь. Потому что, смотрите, тут вообще их миллиард. Вот он. А вот такие какие-то нет. Это мухоморы. Не, вот это не мухоморы. Вот это стопроцентные старые маслята, железобетонные. Видите, возле навоза они, кстати, любят. Что характерно. Вот это кто? Ну, тут их миллиард. Вот смотрите, вот они. Да, это маслята. Ну, это староватый, но там есть молоденький тоже. Вот это староватый. Вот там молоденький есть. Вот это староватый. Не, вывод, вывод в чем? Что тут можно приходить после дождей. Это самое натуральное грибное место, никто действительно их не берет. вот они, смотрите. То есть, чем дальше от дороги, тем их больше, 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 тьфу, чем дальше от деревни. Вот, смотрите, вот, вот, вот семейка. Доври. Да это семейка, дрянь. Вон, смотри, большие, вон. Вот, смотрите. Миллиарды. Дриллиарды. Ну, там как бы маслята, по-моему, свинушки, но они маленько староватые, но сама идея, что мы нашли, став. Тут, в общем, лошадки, наверное, прячутся, естественно, какают, но и для грибов вот. Так что, приезжайте, улагай, улагай, да, Наташа? И собирайте грибы. Их тут миллиард. Какое уникальное дерево, Оно как будто вот это вот дерево, оно обнимает. Смотрите. Одно дерево обнимает другое. На самом деле, это редко. Но самое главное, вот, голова жеребенка, вы подумайте, что он настоящий, копыт настоящий. А на самом деле, оно сделано из дерева. Представляете? Я не знаю, что это обозначает. Очень много прожилочных камней. Этот камень, он как будто на скальной рисунке еще. Тут же можно представить, понятно, что это волны, но вот этот рисунок, если вот так посмотреть, одно изображение, а если вот так посмотреть, другое изображение. На скальной рисунке там тоже называется, догадайся, мол, сама. Они разгадывают все, каждый интерпретирует по-своему. Вот наш, который был информатор, вот этот дяденька с надписью Онгудай, он по-своему, он не верит ни в хитых импланетян. Остальные все верят в инопланетян. Все абсолютно, что вот этот человек, фантомас, который с квадратным головой из телевизора внутри. Если честно, верю тоже. Все, наконец-то возвращаемся мы назад в третьей попытке. Оказалось, что у нас подушка коробки свернута, поэтому выбивала гранату, три раза ее выбила. И вот сверху вид, от Улагана мы уже уезжаем. Дорога, кстати, слава богу, асфальтирована, что-то нам больше не нравится погровить и ездить. И куча тысячи озер. Вот на вершинах этих гор, по-моему, на всех тысячи озер. Ну, в основном тут, они говорят, это мертвые озера, то есть рыба не водится, но, тем не менее, красотища неимоверная. А вот дальше от этих тысячи озер, вот ледники, смотрите. ты, капсан, трубилопы.